Их не то чтобы много, но я сама получала основную информацию из сети, посему никогда ничего не записывала, то уже потом, скорее, для себя. Для начала, пожалуй, с них и начну. Источники — это... Ну, основная книжка — это роман Савин, по крайней мере, вот эту лекцию рассказываю вам по ней. Я могу сказать, что вы можете её сами скачать, она есть везде, в формате PDF, можно читать и разбираться. Она написана легко, понятно, с шутками-пребаутками, часть этих шуток перенесена в эту презентацию. И, ну, для меня, в общем, это была первая книга, и на первых этапах мне было её достаточно. Затем вывезу Тамре, ну, она немножко подустаревшая, но ничего, в целом, тоже читать можно, там неплохо расписана теория тестирования, она написана аккуратно, тоже без перегрузов. Остальные книжки, честно скажу, ужасно, ужасно скушены. Вот. Ну и почитывайте Хабр, там, по запросу тестирования, тестировщик и так далее и тому подобное. Думаю, что не найдёте. Ну, у тебя есть. Я, пожалуй, начну с частного, к общему. То есть мой курс расписан в следующем образе. Сначала он рассказывает некоторую теорию о том, что такое баг, чем приходится заниматься, а потом начинает потихонечку-потихонечку сужать на меня. То есть расскажу про веб-тестирование, про тестирование мобильных приложений. Немножко о себе. Я работаю с тестировщиком 4 года. У меня есть опыт, как работаю в маленьких проектах, в стартапах, в веб-проектах, в десктопных приложениях. И вот сейчас я работаю с мобильными приложениями. Притом там не просто мобильные приложения, там взаимодействие мобильных приложений и бытовой техники, то есть железо. То есть там довольно интересные комбинации. Я тоже походу расскажу, объясню. Может даже притащу какие-нибудь интересные примеры. Самое популярное это веб-тестирование. Книжка заточена под веб-тестирование и с ним мы начнем. Это довольно абстрактно, это просто интересно. Тут понятно. Главное про навыки. Прежде чем я начну рассказывать саму теорию, нужно понимать, что когда отбирают людей, смотрят на навыки людей. То есть на то, что они умеют, что они знают, к чему они предрасположены. Я здесь отобрала самые нужные навыки, как мне кажется. Это не значит, что вы должны обладать обязательно всеми, но для того, чтобы ждать успешного специалиста, именно эти навыки нужно для себя скилить. Если вы на топшей хэдхантере наберете тестировщик, вы примерно те же навыки уйти. Я пробегусь кратко. Логическое мышление это понятно. Все работаем с машиной, надо ее понимать. Надо понимать, о чем думал разработчик, когда я это разрабатывал. С чем он работал и к чему это привело и может привести. Усильчивость. Это понятно. Считается, что работа тестировщика творческая. Но какое количество там рутин выполняется, просто представить себя сложно. Но оно компенсируется всякими интересными фишками, которые она подумает в процессе. Высокий уровень адаптации. Это скорее относится к постоянным переменам, с тем, что приходится общаться и очень быстро переключаться между людьми разных профессий. То есть ты общаешься с менеджером, через 10 минут ты общаешься с начальником проекта, через 10 минут ты общаешься с разработчиком. Каждый преследует одну цель сделать наш проект великим, ужасным, прекрасным. Но у каждого разный подход и это нужно учитывать. Стрессоустойчивость. Да, я бы, наверное, это даже выделила красным шрифтом. То есть если говорить о какой-то теоретической основе, то там все очень красиво, удобно и замечательно. Мы планируем, мы тестируем, пускаем релиз, все отлично. На практике же есть много тонкостей, много особенностей. И, скажем так, здравый ум очень часто помогает. Коммуникабельность. Но это, опять же, относится к уровню адаптации, о том, что ты должен уметь общаться со всеми пластами офисного работника. Настойчивость. Это вообще отдельный пунктик. Может быть, кто-нибудь в интернете, где еще наталкивался, вот этот баг-фича и так далее. Разработчики видят ситуацию по-имому, и ты должен спокойно, грамотно обосновать свою позицию, доказать ее. Но при этом не быть слишком навязчивым. То есть тут нужно искать свою врань. Но настойчивость нужна обязательно. Вот. Ну, это по навыкам. Познание. Ну, для начала нужно быть немножко, хотя бы немножко технически подковным. Это не обязательно иметь образование техническое. Нужно хотя бы примерно понимать, хотя бы абстрактно понимать, что из себя представляет программный продукт, и как это происходит внутри создания. Я в процессе объясню. Это тоже будет обязательно рассказано. Как он разрабатывается, с чего он начинается, с чем он заканчивается. Заканчивается, кстати, как тестирование. Базовые навыки программирования. Тут скорее не уметь писать код. Тут скорее не пугаться. В виде кода. Ну, грубо говоря. То есть, когда, не знаю, ну, так или иначе приходится с ним сталкиваться, нужно примерно понимать синтез, что происходит на уровне хотя бы Hello World. В некоторых компаниях нужно знание SQL. В некоторых компаниях нужно умение разбираться в звездке. Это уже подтягивается в процессе. Умение разобраться в любой функциональности, но это, собственно, если тебе дает абсолютно любую штуку, мы с следующего занятия начнем брать разные интересные вещи, пытаться их тестировать. Просто нужно понять, как с ним разобраться, как оно работает, какую цель он выполняет, и, собственно, ничего нет. Умение лаконичное точно формулировать свои мысли. Да, в процессе работы нужно записывать огромное количество данных. Потом их нужно читать. Тут начинается интересное. Тут задача максимально краткая, то есть идеально уложившись в одну строчку или в одну последовательность. И максимально точно донести мысли тоже относятся к написанию багов. Ну, потом перейдем. Ну, умение расставлять приоритеты я тоже затрону позже, но я тоже считаю это ключевым навыком, и это скорее то, что приходит с опыта. Ну, про точку зрения я говорила. Знание английского. Знание английского – это обязательный момент в том вопросе, что очень много документации, все нормальные компании полностью приходят на английский язык, и знать его нужно. Либо нужно очень хорошо пользоваться вузом-проспетом. Ну, вот. Но, опять же, в каждой компании по-разному. Я, прежде всего, преследую цель сейчас для того, чтобы вы вышли с базовыми знаниями, и вы могли через некоторое время устроиться в компанию на позицию юниора и успешно приступить к работе. То есть, вот, у меня нет задачи пихнуть в вас весь пласт знаний, а просто задать хорошую основу для того, чтобы вы могли успешно перейти к практике. Пример из интернета, абсолютно прошедший по сетям, и действительно, по-моему, была такая вакансия. Я не знаю, как долго она привисела и долго она закрылась. Но это основно связано с автоматизированным тестированием. Я занимаюсь ручным тестированием, и я рассказываю в основном про ручное тестирование. Потому что автоматизация и автоматизированное тестирование это вообще один план знаний, это отдельный курс лекций, и я не смогу уместить его в какой-то, даже, ну, не знаю, 2-3-4 лекции. Я не смогу распределить. Я обязательно расскажу об этом кратко, я укажу источники, где мне можно обучиться, если кому-то интересно, можно пойти к тому же. Ну, это все-таки программирование во многом. Хотя, не факт. Так, теперь непосредственно теория. Что же из себя такое, что такое тестирование? Ну, как себе это представляет? Мне очень часто спрашивают, с кем ты работаешь? Я говорю, что тестировщик. Очень любит спрашивать, и что ты, типа, тупо на кнопочке жмешь? Вот. Я ужасно устала от этого ответа, он абсолютно типичный. У меня вырубят уже рефлексы, я говорю, что нет, я умная, это не на кнопочке. Вот, да. На самом деле выглядит это все легко и забавно, на деле это все несколько сложнее, но интересно. А главная задача, которой я занимаюсь, и вообще основное время, это я ищу баги. Вот. Что такое баг, если говорить в общем? Баг – это когда есть некий фактический результат, есть какой-то ожидаемый результат, когда они не совпадают. Это является багом. Вот. Ну, пример взят, опять же, из книги, которую я читала, что вы сейчас пришли на курсы тестирования, и я вам буду учить боить борщ. Допустим, допустим, чего вы ожидаете? Вы ожидаете знания, теорию тестирования, а фактически лицат борщ. По-моему, это не равно, соответственно, это баг. Что из себя представляет сам процесс тестирования? Это, поэт, багов. По сути, мы всегда этим занимаемся. Мы получаем новую какую-то функциональность. Мы заходим на сайт, мы смотрим, ага, вот тут клиника, вот тут и так. Ну, если задаться целью придраться, скажем так, мы всегда ищем баг. Попробуйте для себя подумать и вот так вот прикидывать о том, что когда у вас ожидаемое не совпадает с фактическим, это баг. Вот. Ну и, соответственно, действует поэтому. Как выявляется баг? Собственно, о чем я говорила? Что есть фактический результат, и он нам известен. Есть ожидаемый результат, и он нам известен. И известно, что они неравны. Вот. И это сравнение, в общем, является тем фактором, на который мы опираемся. Вот. И тут создаются интересные вопросы. Откуда мы берем ожидаемый результат? Если мы говорим не об абстрактном каком-то объекте, проекте, а если мы говорим о проекте, то конкретно проекте, на котором мы работаем, то мы опираемся на техническое задание. В первую очередь, это всегда техническое задание. Во-вторых, это техническое задание. Во-вторых, это техническое задание. Техническое задание – это наша Библия, вообще мать родная, и все. Это был главный постулат, который мы изначально учим. К сожалению, в компаниях довольно часто принято этим предупреждать. Но об этом дальше. Что мы имеем? У нас есть некий документ, в котором довольно детально и точно описано, как должен работать продукт. Он описан с точки зрения какой-то генелогики возможных, возможно, с какого-то внешнего интерфейса. Там должно быть все. Это в идеале. Там с картинками, с скриншотами, с подробным описанием, с анимациями. Сейчас это уже так. Уже давно так. И уже потом это здравый смысл, жизненный опыт, устоявшиеся стандарты, там авторитетное мнение, как правило, мнение руководителя или начальника. Это довольно частые аспекты, которые вмешиваются. Но в первую очередь все-таки техническое задание всегда. Ну, это опять же пример того, что бывает. На деле могу вам сказать, что довольно много приходится опираться все-таки на здравый смысл. То есть техническое задание и здравый смысл. Вот. Вообще, я для себя формулирую определение, что такое баг. Баг – это когда... Что такое тестирование в целом. Это когда ты изучаешь продукт, опираясь на книжную документацию и сразу смысл. Толкование может быть разного рода, разные источники, но в целом... В целом это выглядит так. Сейчас, может быть, ко мне появятся какие-то вопросы? Откуда это иллюстрации? В виде, которые... Нет. Книжные иллюстрации я не использую, потому что они мне не нравятся. Ну, конкретно вот это откуда? Это интернет. Все картинки, все иллюстрации, все источники, которые я беру, это интернет. Без авторства, да? А? Какого-то конкретного источника? А? Если нужно, я буду указывать источники, но... Это конкретно и забавно. А? Это конкретно и забавно. Почему? Буду показывать, объяснять, чем занимаются. Все наглядно. А, ну, нет, это скорее такая картинка-шутка. Вот, это как раз по вопросу о том, что есть очень много разных точек зрения, каждый видит по-своему, но результат, то есть фактический результат, он всегда один. Вот. И независимо от того, как тебе это объяснили, как это было реализовано и кто это все ввел, ну, кто был твоим руководителем, заказчик ждет все-таки вот последнюю картинку. Еще какие-то вопросы, ну, потому что я пока объясняю, все понятно. Ну, идем дальше. Большая справка из истории о том, как появилось вообще понятие «бак». Ну, это такое старение, потому что известно, что это выражение использовалось задолго до этого случая. Но в 1946 году ученые Гарвардского университета тестировали на машине, они тогда были ламповыми, и, собственно, вытащили лампы тогда, перегорали, и на мотыльках перегорела одна лампа. Там, насколько я знаю, была имейная зависимость между лампами, и если перегорал один тальчик, то его надо было менять и запускать, если я сейчас заново. Ну, и какая-то лампа перегорела благодаря этому эффектному пульку. Разработчики не растерялись, его вытащили, приклеили и написали, что да, был найден первый «бак». Притом, это происходило с 9 сентября, и 9 сентября считается официальным днем тестировщика. Особенно, что это правильно. Вот. Собственно, теперь можно перейти к главному, это к цели тестирования. Кто из себя представляет цель тестирования? Это нахождение багов до того, как их найдут пользователи. Тут все понятно. Собственно, есть некоторая сборка, есть некоторая функциональность, которую нужно проверить. У вас есть некоторые сроки, у вас есть некоторые, ну, допустим, у вас есть техническая документация, все замечательно, есть разработчики под боком, и ваша задача протестировать. Вы никогда не сможете найти все баги. Это невозможно. То есть, нет, наша идеальная задача – это найти все баги. Собственно, и, ну, первое, что я хочу рассказать, это две основные концепции, которые… ошибочные, то есть, это будет метод опционирования. Первая ошибочная концепция – это проверка стопроцентная. Допустим, нам нужно протестировать функциональность, которая задает два значения, два цифровых значений, числовых, от 1 до 9. и наоборот будет, так сказать, плюс, то есть, она будет складывать. И нам нужно выбрать результат. Если мы говорим о цитировании такой функциональности… Кстати, я вам советую дома накидать тест как раз такой функциональности. Если мы проверяем именно такую функциональность, то тут все понятно. Мы вводим, пытаемся ввести некорректное значение. Мы смотрим на то, что она выдает обновление об ошибке и некорректно считается. А мы смотрим на то, что она… Просим ввести отрицательные значения, просим ввести большинство символов, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Мы проводим тесты, это все я расскажу подробнее дальше. А на первых этапах, ну, вот. То в целом мы можем прикинуть все кейсы, которые возможно сделать. Но если идет речь о каком-нибудь, например, интернет-магазине, и у нас задача протестировать это все, ну, допустим, на сутки, потому что постоянно сроки горят, нужно гнать, нужно обойти конкурентов и так далее, то тут встает вопрос приоритетности. И вы никогда не сможете проверить 100% функциональности. Это проблема. Для этого вы изначально до того, как вам поступит на тестированный продукт, вы начинаете смотреть, прописывать все возможные сценарии, прописывать все возможные моменты. Кстати, если мы говорим о том же интернет-магазине, то, первое дело, посмотрим не то, как отображается красивая мордочка, но как красиво выглядит тверстка. Первым делом идем для пытанности купить. Потому что коммерческие баги, они являются самыми приоритетными как в точке зрения покупателя, как в точке зрения продавца. по понятным причинам. Потому что если мы случайно продадим единицы техники за 2 рубля, то есть если у нас будет возможность продать единицы техники за 2 рубля, то единицы техники очень быстро разойдутся. Аналогичная ситуация наоборот. если человек просит, если единица техники стоит 10 рублей, а за нее берут тысячу, то тоже возникают вопросы. То есть на первом делу мы проверяем к самым приоритетным. Потом мы смотрим, будет регистрация, покупка и так далее. А дальше мы уже все смотрим, постепенно, 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 по налетающим. Мы должны очень четко разграничивать то, какие сроки нам поставлены, и какая функциональность должна быть протестирована. Поэтому 100% проверить нельзя. Потому что если мы говорим, например, о интернет-магазине, то там есть подвал, верхняя ссылка, там есть постоянные переходы, внутренняя какая-то логика, дополнительная почтовая отправка и какие-то дополнительные отдельные формы есть, кстати, как правило. И это все нужно проверить. Поэтому важна приоритетность. Вторая концепция. Эффективность тестирования – это количество багов, найденных до релизов. Человеку, который приходит что-то купить, совершенно все равно. Сколько вы это разрабатываете? Как вы это разрабатываете? Как вы это тестируете? Какой вы молодец, как много вы сегодня и шли. Какой разработчик нехороший или наоборот хороший, кстати, это тоже отдельная тема взаимодействия с командой разработки. Это не показатель. Это то, что нам важно. Пользователю важно, чтобы все работало хорошо. И главный показатель качества – это те баги, которые будут найдены после релиза. Насколько они приоритетны, насколько они важны и так далее. Кстати, относительно работы тестировщика. Одна из главных проблем и таких психологических факторов заключается в том, что тестировщик, и порой не все это понимают, тестировщик – это человек, ничего не производящий. Т.е. мы не занимаемся на ценном пункте. Мы не занимаемся правками багов. Мы не занимаемся всем этим. Наша задача – это аналитика. Это найти, выявить и сказать. Проверить, что было исправлено и не вывезло еще багов. Кстати, как правило, так и происходит. Наша задача – именно проанализировать. Теперь кратко прибегусь по тому, что является источником ожидаемого результата. В момент технического задания вам нужно опираться на другие важные факторы. Для начала это здравый смысл. Во-первых, потому что техническое задание очень часто писалось такими же людьми, как мы. Бывает даже, что нами. И оно не идеально. Т.е. если мы читаем… Даже так, когда пишется техническое задание, а человек, который это пишет, он довольно обстракленно представляет, что будет продукт. Все тоже будет по-своему. И когда ты переходишь уже в практику реализованного продукта, какая-то функциональность может быть не прописана. Примеры приводить, пожалуй, не буду. Допустим, в техническом задании написано регистрация пользователя, вот логин, логин пароля, подтверждение пароля, е-мейл, номер телефона, контактный адрес, домашний адрес. При этом у нас не указаны, какие поля обязательны, какие не обязательны. Вот. И мы начинаем, соответственно, тестировать. Мы вводим логин, мы вводим пароль. Но первое дело, что мы делаем, это заполняем все правильно. Заполняем все правильно, мы смотрим, что все хорошо сделано. Это называется позитивное тестирование. Да, есть позитивное и негативное тестирование. Позитивное тестирование является правильным результатом. То есть мы делаем все правильно по инструкции, и мы получаем положительный результат. Это является позитивное тестирование. Негативное тестирование – это нам включение идиотов. Серьезно. Мы начинаем вводить неправильные, непонятные данные. Прямо-прямо собаками. Начинаем туда вводить пустынки, начинаем туда вводить все, что угодно. Потому что, ну, всякое бывает. Мы смотрим, как на это реагирует система. Если мы вводим банковские данные, например, мы вводим их не полностью, и система это пропускает, то, опять же, в моменте оплаты, в моменте покупки произойдет ошибка. Самое страшное, если система про это скажет, да, все хорошо, чувак. И наша задача – проверить все вот эти варианты. Например, в спеке, ну, опять же, он называет либо спецификацией, решить атерацию, тебе нужно подтвердить с e-mail. И тут, конечно, ты пишешь человеку, который прописывает текст, что так и так и так, у вас в техническом задании проблема. Это момент здравого смысла. То есть, ты не просто как в манке сидел и вбивал все по спецификации, ты опирался на него. Жизненный опыт. Ну, это, наверное, то, что приходит с практикой, это то, что ты понимаешь. Это в том числе какие-то моменты, связанные с разработкой. То есть, ну, например, там, спустя некоторое время, долго работая в веб-проектах, ты точно знаешь, в какой из моментов может возникнуть баг. То есть, допустим, у нас есть красивенькая анимация, ты на нее смотришь и понимаешь, что, ага, здесь надо обязательно проверить с планшетом. Ну, просто, опять же, это приходит с опытом. Это вопрос о том, что техническая подходность, она очень позволяет. Она помогает и позволяет очень быстро реагировать на ситуацию. Настоявшиеся стандарты. Ну, это как раз к вопросу о того же примера. Логин, емейл, пароль. О том, что пароль, как правило, дублируется и дублирует его обязательность. Если он не обязательно дублируется, то, наверное, так и об этом прописано, но как-то двояко, опять же, об этом стоит упомянуть и написать. Авторитетное мнение. Вот это самый интересный момент. Техническое задание, как правило, довольно часто обменяется. То есть, у нас разрабатывается некий макет. Мы туда заходим. Приходит человек, который все это заказал. И он говорит, хочу иначе. Хочу добавить. Ой, я посмотрела. Я понял, что нужно добавить вот эту кнопку, нужно добавить вот эту функциональность. Соответственно, мы, например, перекраиваем техническое задание, потом приходят тестировщики, перекраивают тесты все, которые они пишут об этом позже. А разработчики перекраивают непосредственно свои функциональность. Это обязательно нужно учитывать, это обязательно нужно делать, может быть заказчиком, заказчиком. Вот. Вопросы? Наверное, такой вопрос. Вы говорили, что на 100% проверить нельзя, как это объяснить заказчикам. Например, если ты работаешь, например, заказчик. Ну, это просто может выглядеть как отмазка, что я не могу проверить на 100%. Не говорите много. Заказчику все равно. Абсолютно. Он же видит после релизы, что возникают какие-то проблемы, пусть не очень существенно, для него это просто очень существенно. Ну, все равно на пальцах стоит объяснить, что, ну, как бы садитесь и как ребенку объясняете. Ну, допустим, мы сейчас говорим о веб-проекте, что у нас имеется там… Мы тестировали 8 основных браузеров, допустим. Мы смотрели там всю функциональность, проверили, проверили. На самом деле, в самом… Ну, это такой момент, уже вам нужен прямой заказчик, то есть непосредственно сам пользователь, который я заказал. Или вы имеете в виду руководителя отдела или еще кого-то? Ну, я имею в виду стартап, наверное, когда ты напрямую работаешь с заказчиком, использовательной, в принципе, не работаешь. А, понятно. Для него просто что-то делать. Ну, все мы люди, все мы можем объяснить, то есть вы ему объясняете, что у нас… Просто начинаете… По крайней мере, когда мне задают вопрос, а почему вот это не было протестировано, я объясняю на пальцах, что у нас есть 8 браузеров, я вот это все посмотрела, здесь именно просто я посмотрела, все я посмотрела, на этих страницах я посмотрела, но я не учла, что у вас обновление… Ну, то есть вы же выявляете, в чем именно баг. То есть вы же… Ну, то есть когда вам говорят, что… Как правило, вам звонят и говорят, здесь все плохо. И вы как бы начинаете понимать, что же именно плохо, и выяснять, а на какой странице плохо? Ну, на странице покупки. «Хорошо, а где именно, в каком из процессов?» Вы начинаете как-то объяснять. Говорят, ну, вот тут кнопка крива выглядит. Говорят, ой, извините, объясняете, что там разные браузеры, Windows, Chrome, там… Ну, то есть как бы операционная система, Chrome, Internet Explorer и так далее. Ну, вот эти все моменты. Просто объясняйте, здесь, наверное, момент такой очень индивидуальный. Вот, но тут как раз такой еще интересный момент, что с точки зрения разработчиков багом, некоторые так считают, багом является функциональный баг. То есть если там кнопка «Купить» выглядит некрасиво, это не баг. Это править не надо, это низкий приоритет. Ну, она так имеет низкий приоритет. А? Ну, она так имеет низкий приоритет. Что, кнопку «Покупить»? Нет, я имею в виду то, как она выглядит, имеет более низкий приоритет, перед тем работает, она вообще, в принципе, не работает. Да. Серьезно. Да, естественно. У нас так бы… Но заказчик обратит внимание именно на эту кнопку «Купить». Вот она, в чем проблема. Но если смотреть приоритетом, все-таки первым делом мы смотрим функциональность, потом отображение, ну, звездки. Вот. А потом уже какие-то моменты вроде адаптивности, мы смотрим разные разрешения. Вот как раз, чтобы… Мы делаем все, чтобы избежать максимально вот этого звонка и здесь все плохо. Вот. Но на деле, вот сколько я не выпускала в релиз продукции, я всегда переживала, что где-то что-то найдется. Вот. То есть, никогда не было такого, чтобы функциональность была протестирована полностью. Но если только это не написано, там, 3 плюс 2 равно 6 и то, и там мы опять придираться. Вот. Опять же, ну, там много тонкостей. Вот. Еще. Хорошо. Тогда мы можем идти далее. Ну, это скорее на домашнее задание, это на проверку. Ищите баги в чем угодно. То есть, ну, для себя прикиньте, то есть, вы примерно поняли это деление багов, поняли как с этим работать, попробуйте это применить в жизни. Какие источники и результаты, какие источники, да, могут быть в моменте работы? Ну, вот, как вы думаете, откуда мы можем черпать еще вот эту вот разумность, как должен работать проделок, если у вас осуществует техническое? Да. Похожесть. А? Похожесть. Ну, как для моей работы, да. Ну, да, естественно, мы всегда смотрим на конкурентов. Да. То есть, мы сравниваем, но при этом мы всегда смотрим, адаптируем под наши задачи. Ну, да, к примеру. Еще какие-нибудь варианты? Юзабилити и юзабилити. То есть, ну, другие требования, которые не заложены в продукте, а которые доступны в интернете. Ну, да, да, естественно. Кстати, вот, понятие юзабилити, что в вашем понимании юзабилити? Опять же, юзабилити-тестирование есть один из видов тестирования. Тестирование – это тестирование на пользователях, насколько им удобно, понятно все, что происходит. Но с точки зрения процесса, это действительно тестирование на пользователях. То есть, нет, юзабилити-тестирование, на самом деле, это тестирование, которое провести на деле довольно сложно. Я объясню почему. Потому что в чистом виде юзабилити-тестирование – это когда мы находим ребенка, ребенка постарше, женщину, которая вообще не разбирается ни в таких технологиях, мужчину, которая не разбирается ни в таких технологиях, женщину, которая разбирается ни в таких технологиях, мужчину, которая не разбирается в технологиях, мужчину, которая не разбирается в технологиях. Ну, в общем… И из целевой аудитории. Да, мы набираем типичную целевую аудиторию. мы сажаем за наш продукт, даем в руки мышку, ничего больше не даем, как бы сидим, смотрим и записываем. Вот. По сути, это и есть юзабилити-тестирование. Но да, действительно, когда мы рисуем продукт, мы обязательно опираемся на это. Но в основном это делают дизайнеры. Ну, то есть даже не так, это не дизайнеры, это делают технические писатели. Давайте я вкратце расскажу, как происходит вообще создание жизненный цикл. Главное, с чего начинается, это с идеи. Есть некоторая идея, она рождается у кого-то, кто-то хочет сделать социальную сеть, кто-то хочет сделать интернет-магазин, кто-то хочет, ну, начинается все с идеи. Дальше эта идея обрастает каким-то понятием, как это должно выглядеть, где это должно выглядеть, и прописывается техническая документация. Строится макет дизайна, это все, скажем так, прописывается, все это проделывается. Есть специальный человек, который это все делает, но если мы говорим о больших проектах, если мы говорим о стартапах, то, как правило, это все делает с одним человеком. То есть этот человек технический писатель, он же первый программист, уже первый тестировщик, потом приходит еще команда тестировщиков, ну, специализированных уже. Но для начала это вот происходит так. Сначала пишется описание, потом по нему начинается разработка. Притом, именно в этот момент важно, чтобы был тестировщик. То есть тестировщик – это человек, который не приходит на готовый продукт. К сожалению, довольно часто так случается, но тестировщик – это человек, который появляется где-то в середине создания технического описания. Я объясню почему. У нас описывается функциональность, она пишется, у нас находится разработчик, у нас находится тестировщик. Разработчик это все делает, ну, там, то есть, совместно, есть промежуточный этап – это дизайн, перстка, разработка. Это такой отдельный флаг. И параллельно идет тестирование, написание кейсов. Про тест кейса я расскажу попозже. Это такая долгая тема. То есть мы, по сути, сидим и придумываем, опираясь на ТЗ, как это будет работать. Что мы проверим. Если мы говорим про форму регистрации, то мы сразу прописываем, что регистрация… Обязательно прописываем обязательные поля, обязательно прописываем ограничения, которые должны быть. Мы обязательно прописываем, что в поле ввода банковской карты нельзя вводить текст, еще что-то. Мы это все заранее обязательно прописываем. То есть на момент, когда к тестировщику поступает программированный продукт, готовый продукт, мы уже готовы к тому, чтобы его тестировать. Мы уже прекрасно знаем, как он выглядит, мы его вот видим вживую. Мы о нем много читали, и теперь мы его знаем. Вот, ну, это, грубо говоря. По факту, если ты приходишь уже на готовый проект, ты садишься и начинаешь заниматься и взявить тестирование. Ты как новый клиент, новая аудитория, ты садишься и ты начинаешь кликать, смотреть, писать свои замечания, заводить вам баги. Вот. Баги, кстати, заводятся, как правило, поэтапно. То есть ты прописываешь четко сценарий о том, что я зашел сюда, я зашел сюда. Такой-то, фактически результат такой-то. Поправьте, пожалуйста. Ну, это, как бы, подразумевает, не пишешь. Вот. Еще вопросы? Какие тестирования будут? Выручите? Обязательно. Это то, с чего я начну до следующего занятия. Я сейчас просто такой водный, чтобы дать вам понимание, о чем я буду говорить дальше. Они все на практике принимаются? А, нет. Первое и самое основное тестирование, которым мы занимаемся, это компонентное тестирование. Это вот основное. Оно занимает у нас практически все время, если мы говорим о программном обеспечении. Другие виды тестирования тоже занимаются. Тестировщики, но, как правило, там идет разветвление. То есть, например, нагрузочное тестирование, нагрузки, очень-прочень-прочень, понимает скотч ребят с автоматизацией. Потому что у них есть ресурсы и знания для того, чтобы это не заниматься. Я в основном рассказываю про пользовательство тестирования. Кстати, есть такой абсолютно технический термин. Есть два вида, даже три тестирования. Это черного ящика, белого ящика и серого ящика. Кто-нибудь уже знаком с этим? Нет. Да. У него что-то обставляется? Черный ящик — это когда, я могу немножко запутаться, когда мы не знаем, что там написано в коде. А белый ящик — тогда код-разработчик перед нами, перед нашими глазами, и нам уже проще. Так, а серый ящик? Да, ну чуть-чуть. А серый ящик, наверное. Ну да, да, на самом деле все верно. Если мы говорим про тестирование, допустим, у нас, если... Самый хороший пример — это черный ящик. Собственно, у нас есть данные, которые мы подаем на этот ящик. И мы знаем, у нас где-то записано, кто-то сказал на СТЗ о том, что мы должны получить в итоге. Мы подаем эти данные, мы получаем в итоге. Допустим, у нас есть некая функциональность, которая исполняется. Ну, не знаю, что там происходит. Нам нужно подать цифры 2, 3 и 5. Ну, допустим. А мы на выходе получаем данные. Если мы тестируем по черному ящику, у нас совершенно не погасит о том, что происходит внутри. Мы знаем, что есть 3 данных, мы их подаем в такой последовательности, мы получаем 0. Подаем в другой последовательности, получаем не 0. Все. Это тестирование, функциональное тестирование по черному ящику. Белый ящик, мы знаем, что первое значение складывается со вторым, а потом вычитается из третьего. И мы получаем 0. Серый ящик, мы... Мы можем заглянуть и посмотреть, что там происходит. Вам это не обязательно, собственно. То есть, нет, мы знаем, мы имеем доступ к коду, но если говорить о практике, мы имеем доступ к коду, мы можем зайти посмотреть, в чем конкретная ошибка, но это не обязательно для нашего удачи. То есть, ну, если нам это поможет выявить, довольно часто бывает так, что ты делаешь какую-то функциональность, допустим, там, заходишь на одну страницу, потом заходишь на вторую страницу, потом переходишь по ссылке, и у тебя вот это 404. При этом, если ты просто напрямую заходишь по этой ссылке, переходишь по второй ссылке, то происходит правильный переход. И вот тут начинаются всякие интересности. Тебе нужно воспроизвести последовательность, по которой ты сделал этот баг. Если мы говорим о доступных приложениях, а не о вебе, то это вообще все очень весело. Если мы говорим о мобильных приложениях, ну, наверное, у каждого буала вы там играете в телефоны, пользуетесь чем-то, и приложение падает. Ну, вот, если вы являетесь специалистом по тестированию конкретно этого продукта, то ваша задача понять, в чем именно проблема. Понять, при каком сценарии этот баг воспроизведется. То есть, вы начинаете вспоминать, что же вы делали, и начинаете вспоминать предусловия, был включен или был выключен Wi-Fi, был включен или был выключен Bluetooth, какая версия была, и так далее, и так далее. То есть, здесь нам иногда очень может помочь, там, зайти, например, в блоге Краша, ну, посмотреть, что же, собственно, произошло. Ну, это серый ящик. Вот. То есть, черная ящика это со стороны пользователей или тестирования как пользователь это будет делать? Да, она же пользователь, если я тестирую, да. И человек, который занимается финансовым канцем тестированием, он он смотрит именно со стороны пользователя. То есть, он не заглядывает в то, не смотрит на то, как красиво написан код. Он не смотрит на все это, он смотрит именно как пользовател. Самое приоритетное, что проверяет, если мы говорим о веб-тестировании, самое приоритетное, что проверяет, это браузер. Начиная с самого популярного. Это к вопросу о приоритетах. Мы их расставляем. Сначала мы берем самый популярный браузер, это у нас Chrome, тестируем в Chrome, потом мы смотрим, ну и так далее. Это все приходит с опытом, это все находится в интернете. Ну, как там? Какая он кода? Или что? Нет, хотя нет. Часто он не даст нам ответа. На самом деле, могу сказать, если мы говорим о какой-то постоянной работе, то у нас будут мистические коды. У меня даже есть картинка, которая этому посвящена. Это действительно очень смешно, но когда ты тестируешь, бывает, что ты сидишь и сутки воспроизводишь баг. То есть, ты воспроизводишь ту последовательность, которую ты раньше сделал. Более того, бывают баги нестабильные. Это тоже очень такой интересный момент. Но это опять же, это приходит с опытом, это приходит с практикой. Опять же, если мы пишем описание багов, очень важно еще раз и еще раз его воспроизвести, потому что если мы напишем, что я сделал это, это, это и получилось вот это, ты это отсылаешь разработчику. Разработчик смотрит и делает ровно то, что ты ему сказал. Это, 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 если бага не присоединит, он говорит, хыл, закрывает баг и все. Вот. Видимо, разработчики сидят. Если нет вопросов, то в целом, что я вам могу посоветовать? Я вижу, вы уже начали читать. Это очень здорово. Я рассчитывала на людей, которые совершенно не знакомы вообще с тестированием. Я посоветую к следующему занятию, чтобы мне было проще уже начинать приступать к конкретным моментам, попробовать протестировать какой-то пример. А вот какой? Обычно же они уже все совершенно, а если брать консай? Есть конкретный пример, который я безумно могу это делать. Я просто первое, что делала, это когда ко мне приходит, ну, когда я набираю сотрудников, когда ему приходит тестировщик, ну, человек говорит, что он тестировщик, первое, что я делаю, это я ему даю карандаш. Я говорю, на, протестировать. А, то есть, вы говорите не о каком-то вы продукте, а о каком-то предмете, что ли? Да. Все, пройдем. Да, да. Это, кстати, к вопросу о высоком уровне адаптации, потому что было довольно абстрактное программное развлечение, но в целом имеет понятный интерфейс. мне сейчас приходится тестировать утюги, чайники, мультиварки, вентиляторы, возможно, датчики, датчики стекла, ну вот, когда стекло бьется, я в общем помню, как называется, я просто вижу, что оно стоит в моем плане и думаю, здорово. Мне нужно продумать все сценарии и продумать все возможные баги, все тонкие места и так далее. То есть, да. Ну, в принципе, можно попробовать. Если у кого-нибудь есть карандаш, может кто-нибудь при ней сейчас попробовать протестировать. На Хабре есть такая статья. На Хабре есть такая статья, все верно. Но статья на Хабре была написана разработчиком, а там в самом начале допущена проблема. То есть на первый комментарий, что вас взяли? Ну, нет, я разработчик. Я просто пришел на собеседование. Ой, я уже пойду, он баг можно, короче, с другой. Сейчас я поточу карандаш, он ее станет острым и буду рисовать. Ты его точишь и тут сдержи не падают. Какое это регрессирование? Это... Регрессирование. Как? Регрессивное тестирование. Я так скажу, тестирование. Нет, я такого не знаю. Ну, я вот, получается, понашелся баг. Какое это тестирование? Ты сейчас абстрагируешься от задачи найти баг. Твоя задача не найти баг, а твоя задача продумать с точки зрения тестировщика, что в нем можно проверить. Ну, карандаш нужен для того, чтобы писать. Нужно проводить написать одно предложение. Первое. Это позитивный тест, самый первый. Да. Проверить, что он пишет. Это будет функциональный тестирование. Какой-нибудь нагрузочный, я не знаю, или производительность. То есть написать очень большой объем текста и посмотреть, что с ним будет. Кстати, это телесообразно? Возможно, нет, потому что он же точится с ним. Кстати, а заточка карандаша это будет или с тестом? Да. Да, возможно, да. Точить, это же одна из функций. Нет, это тоже можно. Насколько хорошо. В этих плоскостях, где я пробовал написал. Да. Какой вид у тестирования будет? Утро. Позитивное и негативное? Нет, позитивное, позитивное, негативное. Видите, теория тестирования вообще это очень забавная штука. Она, собственно, почему я хотела ее дать вам позже. Потому что она такая, она очень сильно пересекается, перекликается. Она, с одной стороны, интуитивно понятна, с другой стороны, она довольно сложная. То есть, у нас есть тестирование по виду тестирования. Чёрный ящик, белый ящик. Да. Ну, нет. Это раз. Затем начинается кто-то делит тестирование на функциональное тестирование и не функциональное тестирование. Функциональное тестирование. Это просто хишек, затачивается. Если мы говорим о статье на Хабле, которая была ранее упомянута, кстати, ну, я скинул источники, группу, то заточка карандаша это заточка первоначальной, это тестирование первоначальной установки. Ну, там он заданно как так, да. То есть, ну, давайте карандаш. Давайте посмотрим проще. Я не помню, как написано в этой статье. Я каждый раз, я честно скажу, я каждый раз тестироваю по-разному. Да, функциональное тестирование, мы определяем, что написано. Более того, когда мы тестируем, у нас должна быть какая-то информация в этом карантаже, собственно, от чего не написано в статье, у нас должно быть техническое задание. Как правило, техническое задание пишется здесь. Здесь пишется плотность карандаша, здесь пишется фирма. Ну, фирма не является функциональным. Ну, допустим, какие данные нам нужны, если мы говорим о техническом задании? Можно измерить. Да, нам нужны размеры, нам нужны плотность карандаша, материал грифеля, материал... Ну, это обычно на упаковке все написано карандаш. Да, 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 это обычно написано на упаковке, но, допустим, у нас есть только вот эта информация, допустим, это плотность карандаша. Собственно, позитивно тестировать мне будет написать... Делать так, что карандаш не пишет. Дальше смотрим тестирование дизайна. Опять же, тестировщики, как правило, не тестируют дизайна. Я могу сказать, что я тестирую дизайн с точки зрения, когда мне приходит отрисованный дизайн от дизайнера, что я проверяю. Я проверяю, что он прорисовал все страницы, например, если он нарисовал форму заполнения, что он прорисовал в моменты, когда поле не заполнено или поле заполнено некорректно. Они порой это забывают сделать. Что он прорисовал уведомление о том, что да, спасибо, вы успешно зарегистрировали, и нет, вы не зарегистрировались, или приходите к нам снова, или к вам пришла почта, ну и так далее. Вот. Тестирование дизайна. Мы смотрим, что он деревянный, красивый, покрытый лаком. Ну, где покрытый лаком, это другое тестирование, это тестирование безопасности. Вот. Юзабилити тестирование. Мы смотрим, что он хорошо ведет в руке. Мы смотрим, что он имеет грани, поэтому не слетает со стола. Дальше. Тестирование безопасности. Мы его пробуем покрыть. Мы смотрим, что нет вот этих заусенцев, которые, кстати, тут есть. Что нет заусенцев, у нас там не поранятся руки. Мы смотрим, что... Ну, мы смотрим, что материалы являются не токсичными. Нагрузочное тестирование, вот тут как раз имеет смысл прийти к информатизации. Если мы говорим о нагрузочном тестировании, то, кстати, есть понятие нагрузочное тестирование, тестирование, нагрузка. В чем разница? Как вы думаете? Ну, что-нибудь положите. Когда нагрузочное, это когда мы применяем нагрузку, чтобы протестировать, а тестирование нагрузки, тогда мы тестируем саму нагрузку. Более-таки. С точки зрения процесса, это примерно одно и то же. Но в одном случае мы знаем, какую нагрузку, подержим карандаш, и мы проверяем эту нагрузку. С другой стороны, мы устанавливаем нагрузку. То есть в одном случае мы знаем, что если по карандашу ударить с определенной силой, он сломается. Мы переначиваем с определенной силой, и он ломается. Во втором случае мы начинаем бить по карандашу, да, до тех пор, пока несчастный карандаш не сломается. Вот. С точки зрения процесса, это примерно одно и то же. Вот. Статья действительно на Фабре есть, ее советую прочитать. Она вам даст понятие о том, какие виды тестирования есть. Я пройдусь по тому, как это с точки зрения программного обеспечения. Я советую взять не карандаш, а по аналогии взять какой-нибудь, любой другой момент. Я видела, кто-то тестирует спичку. Это круто. Мне на собеседовании как-то давали протестировать тостер. То есть возьмите какую-нибудь простую функциональность и китайте тесты о нем. Ну, по видам тестирования. Главное именно приближаться по видам. Советую не использовать эти дополнительные источники, просто проверить свои знания. Это для себя. Я начну это объяснять уже в следующей занятии. А про виду тестирования можно на какой-то начале? Я с кем-то такие. Да, там. Сколько будете занять? Сегодня, наверное, будет чуть покороче. Вообще планируется, что оно будет только час двадцать. Сколько? Да. Час двадцать. Да, час двадцать. Я так понимаю, что в апреле будет еще одно занятие, как раз локус. Я расскажу про их тестирование. Так, какие используются и не используются. Опять же, какие направления есть развитие у тестировщиков. То есть, тут идет автоматизация, ручная. В смысле, карьера, правильно? Да. То есть, там в какой-то момент встает такое очень сильное ветка развлечения. И потом у нас будет небольшой перерыв на майские. Дальше мы продумываем. О занятии. Сколько? Восемь договорил? Интересно. Ну, ты же десять раз писала. Кроме десять написано. Десять. Ну, хорошо. Это не вопрос. Вот. Собственно, да. В последних занятиях я хочу... Ну, мне просто было же самое интересное, чтобы мы нашли какие-нибудь интересные тестовые задания, которые даются при трудоустройстве и кразахами. вот. Но это будет уже в конце, когда мы все объясним. Попробую объяснить о том, какие виды есть ведения проектов. Может быть, ты не слышала такой скрам. Ну, еще что-то. Вот я слышала, был. Вот. Там роль тестировщика в каждом из видов тестирования. линейная разработка продуктов, скрам-система и так далее. А это я тоже вкратце расскажу. Наверное, подробно это рассказывают в других курсах. Я это расскажу именно с точки зрения тестировщиков, которые пробовали в этом работать. Какие минусы, какие плюсы, какие подводные камни. А у нас только теория будет на занятиях или практика иногда? Ну, или дома? Там домашку будет и будем разбирать. Пойдет по ходу. Я, на самом деле, хотела притащить какую-то свою функциональность, которую я сейчас сделаю, показать ее вам, чтобы вы протестировали. То есть практическая будет. Вот. Ну, вот так. Но садиться с каждым что-то тестировать, нет, такого не будет. Это скорее на дом, но ко мне можно всегда подойти или во время занятия можно задать вопросы о том, как или просто показать мне, там, нужно же просто скинуть, показать мне, что вот, смотри, я протестировал, все ли так. Да можно в группу скинуть и все вместе пообщаемся. Да, 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 да. А какая практика у вас интересует? Ну, домашнюю, надо разбирать в классе. Любая, лишь бы практика по качеству. Ну, просто. Ну, я для себя, как бы, я не настаиваю, мне так проще будет. не настаиваю. Ну, не настаиваю. Ну, не настаиваю. Нет, не настаиваю. У нас будет, да, техника, да, которую можно будет открыть и вот в таком формате показать всем. Вот. Ну, если мы так говорим. Ну, я все-таки рассчитываю на то, что я вам буду давать какие-то знания, вы их будете применять, уже делать, а потом, ну, показывать или спрашивать. Можно индивидуально, можно у каждой по отдельности, не очень принципиально. Да, можно делать, что-то, и акцент на веб-тестируем, а не мобильные приложения, а не на физические объекты. Ну, как вы, на георгии прошли, это интересно, конечно. Я всегда начинаю с общего и всегда перехожу к частному. Я более подробно затрону те, те аспекты, с которыми я не работала, работала непосредственно напрямую. То есть я работала с мобильными приложениями, я работала с доступными приложениями, я работала с веб-проектами, довольно много работало с веб-проектами. И об этом я расскажу подробнее. У меня нет опыта тестирования игр, например. Да, у меня нету, то есть он у меня есть, но я такой, скажем так, мне нет достаточного опыта тестирования, автоматизации тестирования, или автоматизированной тестирования. Поэтому я тут как раз буду вам давать источники, если вам интересно, с этим можно ознакомиться. При этом всю информацию, которую я использовала для себя, я всегда использовала с интернета. То есть у меня не было ни курсов, ни учителей. Но было сложно, честно скажу. Дать группу, вот тебе на почту рассылать. Ты теряла бы почту нам рассылать, или мне проще дать группу. Понятно. Да-да-да. А? Просто точно. Да-да-да. Ну, почту я сама не очень пользуюсь, ну, имею в виду, это мне как праздник. Поэтому другой подконтакт все равно. В чем разница между Коей и тестировщик? Там какая-то есть она, но... Еще давно лет мне кажется рассказать. Не значительно. Нет, разница есть. Более того, она очень классно описана в книге. Буквально вот вы ее перечитывали как раз вашим курсом. И она описана на примере. Если вы не против, я расскажу на примере. Нет, конечно. Да. Пример там написан довольно забавный, что сидит мужчина, довольно известный, богатый. Ему звонит жена, которую он там бросил давным-давно, и говорит, что наш общий сын-пиньядец, курит, пьет, гуляет непонятно где, вместо того, чтобы учиться, ЕГЭ на носу все ужасно. Подход тестировщика. Это отловить сына, перевести его в другой город, устроить нормальную школу, держать под контролем, чтобы из него выросла здоровая ячейка общества. Подход QA. Остаться с женой. Понимаете, да? Нет, вообще не понятно. Хорошо. Непонятно, где все QA. Хорошо, я объясню. Тестировщик – это человек, который берет готовый, или не готовый, но берет продукт и ищет баги. То есть он сверяет документацию, смотрит, это в теории, сейчас все перемешалось, еще раз я говорю. Сравнивает, находит баги, смотрит, чтобы продукт стал без багов, чтобы все стало замечательно. Подход… Ну, решает заказчика. А? Решает заказчика. Нет, 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 не дай бог, QA будет когда-нибудь с заказчиком общаться. Не дай боже, вы что? Нет. Подход QA – это когда на момент разработки ты уже знаешь, что разрабатывается, ты уже знаешь, как оно разрабатывается, и ты уже представляешь, как ты это будешь тестировать. И какие-то промежуточные этапы тестирования ты тоже проводишь. Я приведу живой пример, который был и есть до сих пор, остается у нас в практике, ну, вот, до этого я занималась веб-проектом. У нас, допустим, у нас есть некая задача сделать веб-страницу. Допустим, это презенционная веб-страница на один лист. Ее сначала отрисовывают, я открываю, собственно, моя задача как QA-специалист. Я открываю, и я смотрю, что дизайн нарисован корректно. Я смотрю, что, ну, я прикидываю на взгляд, что если мы поменяем окно браузера, что оно будет красиво выглядеть как на маленьком экране, так и на большом. Я пишу свои замечания, вот вносятся правки, и это меняется. Ну, например. Дальше происходит верстка. Продукт, ну, ты смотришь верстку. То есть, ты смотришь, как выглядит вот эта вот внешняя мордочка. Потом это все программируется, и ты уже потестируешь конечный результат. Это подход QA. Подход тестировщика, это у тебя есть уже, готовый продукт и тестерешь. Ну, по крайней мере, вот книги, которые я читала, отдаются так. И, если мы говорим о наборе в Катханте, или там, запись в книжке и прочих мелочах, то пока не все звучит, как специалист по тестированию. И, в целом, переводится, ну, аналогично на QI. Сейчас нет разделения тестировщика к QI. То есть, QI более комплексно смотрит на... Скажем так, более высококласс. Изначально, наверное, которые изучали контролируют этот процесс. Да. Ну, там такой подход, что QI, он технически больше подкован. он может взглянуть с точки зрения разработчика, может взглянуть с точки зрения какой-то вот с тем, понимает это. Ну, я это... Ну, в общем, в моем понимании я не на так. Понятно. Попываться. А почему вас интересует именно вот эта разница? Да, мне вдруг учатся на QI. Там учат? В смысле, в институте? Трепетно относятся, как к нему обращаются? Нет, нет. Это как... Это как... Вы не слышали, наверное, школу Портнова? Да. Я не слышала. Вот, но это в Америке школа, российский мигрант создал в 1994 году эту школу, вот, и сейчас там он обучает специалистов на quality assurance. Вот, и там небольшой курс, там 3-4 месяца теории, и потом столько же практики, ну, управляет на практику в компании. А, то есть там прям управляет на практику в компании. Здорово. Ну, я просто, например, не знаю, где давали бы... Ну, то есть в институтах нет специальности специалистов по тестированию. Насколько я знаю, пока не планируется. Я больше скажу, в любом техническом институте даже предмета такого тестирования нет. Есть. Да? Где? Вы не так не получите. Где? Вы не так не получите. Серьезно? Вот это открытие. И чему у вас так научат? У вас есть. Тестирование. Нет, серьезно, то есть есть тестирование, программное обеспечение. И сколько раз в неделю? у вас, по-моему, один лекция, один практика была. Один лекция? Нет. Это очень круто. Для меня это действительно очень извините, потому что было занятие, что... Кстати, вопрос к конкуренциям. Я не знаю есть конкуренция. Вопрос заключается в том, что когда я начала работать тестировщиком, я очень рассчитывала на то, что разработчики, разработчики, начальники отдела, хотя бы кто-нибудь понимает, чем мы занимаемся. Какое мое удивление было, когда там специалист с пятилетним опытом работы, с которым я уже полгода напрямую работала, да что у тебя работы на кнопочки жать? Я посмеялась, я думала, шутка. Начала пробивать, поняла, что действительно очень много разработчиков не понимает, что из себя представляет тестирование программного обеспечения. И мне кажется, эта проблема должна давать как теорию. Круто, что это болит. А ну тогда к вам вопрос. У вас уже прошел этот курс или он у вас только начался? У меня прошел уже. Прошел? А почему вы лично решили стать тестировщиками? Ну, пришли сюда и решили подробно об этом узнать? Вот, меня вообще знакомые позвали к ним собственно тестировщиков работать, я подумала, что ух ты, и будущие курсы есть крутые, это значит это дело. Ну да, потому что по сути на курсе нам рассказывали примерно следующее. В России нигде этому не учат и возможно некоторые из вас потом займутся тестированием. Теперь давайте напишем самые-самые простые тесты и на этом закончим. А по тебе про Саржи что написали? Многие простые тесты написали? Ну, что же мне сейчас не вспомнить. Ну, там что-то совсем-совсем банальное. Ну, естественно про тестирование там черного-белого ящика нам рассказывали это, я не знаю. Это максимум, что он рассказывает в связи с тестированием? Было очень смешно, когда я пришла к своему преподавателю, который преподает что-то вот примерно связанное с тестированием, как-то близко похоже, я ей рассказывала это все. Вот, да, к сожалению, это очень не развито и мне кажется, это очень грустно. Скоро разовьется. Да. Вы называешь на будущее. А вы сами какое образование получили? Я закончила этим. То есть в техническом несправедливом сенсором? Да. Я по образованию приграничной. Да, проще, наверное, тестировать, если знаешь там, это намного проще. Но могу сказать, да, техническая подкованность, она мне помогла, она мне не очень была нужна на первых этапах, то есть нет, мне было куда проще общаться с коллективом. То есть это еще одна большая тема, которую я тоже собираюсь увидеть, это взаимодействие с разработчиками. Очень важно понимать, что делает разработчик, очень важно понимать, какие сроки, в какие сроки они делают, очень важно на основе этого оставлять приоритеты. Потому что ресурс разработчика, он куда более ограниченный, чем все остальные в условии того, что, о боже, нам завтра надо выпустить. все остальные. Вот. Ну, как-то так. Еще вопрос? Ну, что бы вы хотели узнать, чтобы мне понять конкретно, какие знания хотели бы получить, какие данные? Ну, я вижу, что вы уже все что-то знаете, каждая обрывочная, каждая была своя обучение, у кого-то нет? Мне вот было больше интересно, ну, именно по практике салковаться, чтобы, если придешь так на собеседование, чтобы потом говорить, о боже, что это такое? Я вам скажу, на собеседование смотрят именно то, с чего я начала, смотрят на твои личные скиллы, смотрят на то, как ты умеешь быстро реагировать на ситуации, как ты мыслешь. У меня были ситуации, когда приходили ребята такие, я ничего не знаю, тестирование, ты неукрасивая вакансия, я хочу. Ты человек, в принципе, ты ему задаешь вопрос, ты его просишь протестировать карандаш, все, и человек, в принципе, ну, доходит сам. Бывали люди с опытом, которые, например, совершенно не умели расставлять приоритеты. То есть, ты имешь мобильное приложение, говоришь, старт. Вот. И человек, вместо того, чтобы первым делом ввести логику пароль, проверить, что в систему входит, система не входила, кстати. Вот. Начинает вбивать какие-то совершенно символы, которые, в общем, я бы не сразу бы додумалась. вот. И говорить, что ага, он отображается некорректно. Вот, ну, например. Вот, в практике я каждому из вас, если хотите, распишу какой-нибудь веб-сайт, чтобы вы его протестировали, одну страницу. вы хотите уже сейчас начать тестировать, а то я вообще же таки. Нет, кстати, можете прямо сейчас. Я каждому из вас либо, опять же, узнаю, либо скажу, какое приложение можно тестировать, и какое-нибудь десктопное приложение. если говорить о моем опыте, я тестировала, сначала мы работали в стартапе, это было очень весело, это было очень круто, мы, грубо говоря, начинали вот с самого-самого нуля, у нас в команде было два человека, мы сидели в помещении два раза меньше этого, у нас было два человека, третьим было я тестировщиком, когда я оттуда уходила, там было два кабинета и 12 человек, заканчивалось тестировать, на самом деле, взяли еще двоих, я поняла, что да, мне нужно расти дальше, мне нужно что-то новое, могу сказать тоже, опять же, по опыту, после двух лет тестирования там, в приложении, очень хочется уйти на десктоп, через полгода очень хочется назад, вот, ну это так, по личному опыту, как-то так, вот, ну давайте мы начнем с карандаша, вы не расширяться, спасибо, пожалуйста, спасибо, спасибо,